В этом видео хочу поговорить о школьниках, тегующих слово «бум» на стенах. Не думал, что я снова буду разбирать очередной тренд из ТикТока, но осознавая, сколько такой ролик может набрать просмотров, не сделать я его не мог. Что ж, если вырастло колпачков от колес автомобиля, этот тренд относительно недавний. Ну как недавний, занимались этим всегда, просто не делали из этого какой-то массовый челлендж. То рисование граффити на стенах — это тренд даже для нашего СНГ-пространства, стар как мир. Просто сейчас, благодаря ТикТоку, он стал таким массовым, и из него делают какой-то челлендж. Сейчас сложно даже предположить, когда в нашей стране появилась мода на граффити. Предположительно, что первые граффити начали рисовать в западной части Советского Союза, а конкретнее в Калининграде и в странах Прибалтики. Этому послужило три фактора. Первый — это близость к Европе, откуда этот тренд, собственно говоря, и пришел в нашу страну. Второй — это то, что в странах Прибалтики аэрозоль стоил гораздо дешевле, чем в остальной части Советского Союза. Например, в Риге баллончик хорошей краски стоил в пять раз дешевле, чем в Москве. Да и выбор цветов там был побогаче. Все-таки баллончик с краской не был столь ходовым товаром в Советском Союзе, поэтому продавался он, так скажем, не везде. Ну то есть как, дефицита этого товара особо не было, но и также на него не было такого высокого спроса. И третье — это то, что в Прибалтике, так скажем, взаимоотношения с городскими властями были менее напряженными. В остальной же части России данный тренд получил свою популярность, как это можно было догадаться, в 90-е годы, когда в постсоветское пространство проникла западная культура, а также более свободно стали продаваться баллончики с краской. И нетрудно догадаться, что истинных мастеров искусства, которые рисовали действительно достойные граффити, украшающие серые городские стены, было довольно немного. А на начале зарождения тренда на граффити очень даже немного. Поэтому большинство граффити, которые красовались на стенах заборов вдоль железных дорог, это надписи на букву Х с последующей иллюстрацией данного первичного полового признака, что я вам не могу показать на Ютубе, иначе мне снимут монетизацию. Либо какие-то дебильные лозунги неформальных субкультур, только зарождающихся в то время, и положение относительно граффити разнилось в городах нашей необъятной. Например, в том же Калининграде какое-то время граффити вообще было узаконено, так как уличное искусство поразило администрацию мэрии этого города в хорошем смысле. А вот, например, в Москве мэрия была настроена категорически против уличных художников, и считала граффити вандализмом. Например, я помню, когда я еще был маленьким и ходил в детскую поликлинику на зарядку, у меня в детстве были проблемы со спиной, на трансформаторной станции рядом с поликлиникой на всю стену был нарисован офигенный пейзаж, который очень хорошо подходил под детскую площадку, находившуюся рядом. Но работники ЖКХ, видимо, посчитали это вандализмом, и охренительное граффити было закрашено ублюдской серой краской. Или, например, я помню, как у нас во дворе, также на трансформаторной станции, уличные художники нарисовали охренительный портрет Юрия Гагарина, который, кстати, продержался-то довольно долго, года три. Но потом работники ЖКХ за каким-то хреном также его закрасили. Но наряду с уличными художниками, особенно в середине нулевых, городские стены были подвержены нападениям уличных хулиганов. Особенно это прослеживалось в лифтах и на стенах лестничных площадок в многоквартирных домах. Помню, когда я был ещё маленьким, ну как маленьким, мне лет 10 было. В нашем районе было довольно много скинхедов. Да и сам район был не особо благополучным. И постоянно на зелёных стенах нашего подъезда можно было увидеть ожесточённую борьбу политических идеологий. То скины на двери лифта нарисуют какой-нибудь нехороший символ или лозунг. Потом какой-нибудь гастарбайтер из тех, что жили у нас на пятом этаже, своим маркером зачеркнёт этот лозунг и напишет что-то по типу «Скины лохи». Я помню, когда я в 13 лет яро топил за коммунизм, я на двери от лифта маркером нарисовал огромный такой серп и молот. Причём ещё довольно красиво, со всеми тенями. А на следующий день скины поверх моего серпа и молота нарисовали баллончиком такой жирнючий, нехороший знак, так скажем. Но работники ЖКХ всё равно не моё, ни их творчество не оценили по достоинству и смыли всё тряпками. Да и в принципе, когда я учился в школе, граффити было довольно распространённым хобби у подростков. Например, я помню, на два класса старше нашего был один пацан, который рисовал по-настоящему красивые граффити. Из-за чего, кстати, его родители регулярно вызывали в школу, баллончики у него отбирали, но это не мешало ему покупать новые. В общем, им, наверное, были изрисованы все гаражи в нашем районе. Нет, портреты Гагарина он, конечно же, не рисовал, но рисовал довольно красивые теги. Не знаю, как это объяснить, но вот наподобие тех, что вы видите сейчас на картинке. Конечно же, всё уже давно закрасили и перекрасили, а сам пацан в этом районе не живёт. Но приятные воспоминания всё равно остались. Но давайте поговорим, откуда же пошёл тренд в ТикТоке тегать на стенах различные слова. А самые популярные из них теги — это Векман и Бум. И такие ТикТоки в последнее время собирают просто колоссальное количество просмотров, а также колоссальное количество лайков и одобрительных комментариев. И давайте разберёмся, почему же подростки, поддерживающие данный тренд, чаще всего тегают именно этими двумя словами. С Векманом, я думаю, всё предельно понятно. Это довольно крупный граффити-блогер на Ютубе. Он рисует граффити в различных странах и городах, снимает обзоры на различные маркеры, баллончики с краской. Думаю, вы про него все и так прекрасно знаете. А кто не знает, то я вам сейчас показываю его Инстаграм, где он тегает свой никнейм на разных стенах. И я предполагаю, что именно этот тег настолько популярен по той простой причине, что новичкам в мире граффити просто-напросто легче тегать его имя, так как по его многочисленным видеороликам они уже выучили, как это делать. Я даже у себя на районе видел несколько граффити с тегами Векман. Правда, не настолько красивых, как это делает он. Те были просто теги, нарисованные маркером. Я бы даже зафоткал, но я же вас, мамкиных Шерлоков, знаю. Поэтому просто поверьте мне на слово. Есть ещё и вторая версия, почему же теги Векмана настолько популярны. Здесь всё гораздо проще. У Векмана огромное количество фанатов. Так как он, так скажем, широко известен в узких кругах. Хоть аудитория у него на Ютубе и не настолько большая, всего 241 тысячи человек на данный момент, но я думаю, что большинство представителей граффити-сообщества в России и в СНГ, как минимум, Векмана знают. И его аудитория, если можно так выразиться, больше оффлайн, чем онлайн. То есть это ребята, которые всерьёз или на любительском уровне увлекаются граффити. Поэтому мы и видим в различных городах, даже не только в России, огромное количество тегов Векман. Но давайте разберёмся, что же такое бум, и почему это слово настолько популярно у тегеров. А вот тут уже поинтереснее. Вообще, это слово было популярно среди тегеров ещё со времён Мамонтов. Я даже, когда был совсем ребёнком, очень часто видел тег именно с этим словом на нашем стадионе. Само по себе слово не имеет под собой какой-то особой смысловой подоплёки. Но почему именно этот тег настолько популярен, я думаю, объяснить будет несложно. Этот тег довольно прост в исполнении, но при этом смотрится он довольно круто. И я думаю, что именно из-за простоты этого тега, и из-за того, что несмотря на свою простоту, выглядит он довольно классно. То есть, ну если вы посмотрите повнимательнее, чтобы этот тег нарисовать, даже делать-то особо ничего не надо. Нарисовать несколько загугули на крестике. Что может сделать, в принципе, любой ребёнок. Именно этот тег стал настолько популярен в ТикТоке. А особенно мне понравился вот этот ролик, когда полиция заставила школьников отмывать их творческие шедевры. А самой популярной музыкой для подобных ТикТоков стал вот этот трек. Кто-то рэп читал, кто-то рисовал граффити. Не говорим хип-коп, все граффити. Говорим хип-коп. Кто-то-то-то-то-то-то рэп читал, кто-то рисовал граффити. Зачем школьники это делают, я думаю, всем предельно ясно. Ну вот смотрите, сидит подросток в ТикТоке. Видит какой-то популярный тренд, который собирает огромное количество просмотров и лайков. И срабатывает так называемое подростковое желание соперничества. И вот школьник сидит и думает. Блин, а какой же снять ТикТок, чтобы выглядело как-то поэпичнее и более масштабно? Чтобы собрать больше лайков и просмотров. Так и зарождается новый тренд. И как бы это сейчас странно не звучало, но если к варам колпачков от колёс я испытывал даже в некоторой степени ненависть, то к тегерам я как такового негатива по неведомым для себя причинам не испытываю. Но на вопрос, как я лично отношусь к культуре граффити в целом, я отвечу следующее. Мне по непонятным для меня причинам граффити в городе не нравится. Нет, мне конечно нравятся какие-то действительно красивые рисунки или чьи-то портреты на стенах. Но вот обычные граффити, когда тегают какие-то слова, меня не привлекают. Я вообще считаю, что в любом более-менее крупном городе должно быть как в Лондоне, то есть длинная стена граффити, построенная специально для тегеров. Чтобы ребята приходили и занимались там своим хобби. Либо вообще по всему городу строить несколько специальных отдельных стен. Что ж, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео.